В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Артур Мухамедшин. Здравствуйте. 27 июня в России отметили День молодежи, праздник молодых, целеустремленных и активных людей. Молодежь нашей страны отмечает его уже 62 года. Впервые этот праздник отметили в 1958 году. С тех пор традиция практически не прерывалась, учитывая все обстоятельства нынешнего времени. Праздник прошел в новом формате. С помощью ваших же настырных действий, которые требуются для того, чтобы человек продвигался по жизни и улучшал мир вокруг себя. В дворце молодежи встретились две команды. Диалог на равных состоялся между главой администрации и его заместителями с активной молодежью города и района. Первая команда это представители нашей активной молодежи. Это рабочая молодежь, которые представляли сегодня разные сферы деятельности. Они энергичные, красивые, в руках которых драгоценное время для достижения своих целей. И вторая команда мощная, не побоюсь этого слова, команда главы района, замы его, каждый из которых уникален в своей работоспособности. А самое главное, у них есть опыт, которого частенько не хватает нам, молодым, чтобы достигнуть каких-то результатов. И сегодня у нас была такая возможность, чтобы организовать разговор на равных. И этот разговор действительно состоялся, стал он таким достаточно плодотворным. Многие вопросы сегодня были освещены, начиная от воспитания в семье, любви к малой родине, заканчивая вопросами такими, как дороги, вывоз мусора. Все вопросы, которые молодежь интересовали, они сегодня были освещены. Пандемия коронавируса, как лакмусовая бумажка, выявила все слабые места в обществе, но вместе с тем проявила мощь и красоту сильных духом. Молодежь, как самая многочисленная армия неравнодушных людей, оказалась на переднем крае и не подвела. Во-первых, хотелось бы поздравить всех с праздником, с Днем молодежи. Да, встреча очень понравилась, очень плодотворно прошла встреча в форме диалога и ответа. Очень много полезной информации получили. Нужны такие встречи, мне кажется, все равно для молодежи и дальнейшего развития. Для всех нужны нам эти встречи. Подводя итоги, обе стороны пришли к выводу, что такие встречи полезны. В формате свободного общения они обсудили самые насущные вопросы молодого поколения. Выслушали их пожелания и кое-что взяли на карандаш. Глава Башкортостана Ради Хабиров принял решение перенести даты открытия детских лагерей. Об этом руководитель региона сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве 29 июня. Напомним, что ранее детские санатории, профилактория и санаторно-оздоровительные лагеря планировали открыть 1 июля, а детские оздоровительные и пришкольные лагеря – 3 июля. Теперь ориентировочная дата открытия – 15 июля. Ради Хабиров подчеркнул, что масочный режим в республике сохраняется. В обязательном порядке маски следует носить в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях. Также до 15 июля сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Объем федеральной поддержки малого бизнеса в республике вырос в три раза по сравнению с 2019 годом и составил 992 миллиона рублей. По этому показателю Башкортостан – единственный регион, кроме Москвы, который получил такие значительные федеральные средства. Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фаизрахманов добавил, что по линии агропромышленного комплекса активно реализуются проекты по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации. В Башкортостане заявления на участие в едином государственном экзамене 2020 года подали более 19 тысяч выпускников школ. Наиболее популярными предметами стали русский язык, математика и общество знания. Все пункты приема ЕГЭ оборудованы в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В аудитории смогут находиться не более 9 человек. Обязательными станут бесконтактное измерение температуры, санитарная обработка и строгое соблюдение социальной дистанции. О том, как в Инауле готовы к проведению единого государственного экзамена сразу после видеоселектора, рассказала начальник управления образования Эльвира Шаихова. Голосование по поправкам в носимом Конституцию в самом разгаре. Сегодня идет шестой день. На 30 июня в городе уже проголосовали 13 792 человека, на селе 10 314. Всего 48 избирательных участков расположены на первых этажах зданий. На 9 часов утра 30 июня по данным территориальной избирательной комиссии активность енаульцев составила более 66%. Ежедневно, начиная с 25 июня 2020 года, с 8 до 20 часов все избирательные участки Энаульского района открыты для приема граждан. Голосование проходит с соблюдением мер санитарной безопасности. На каждом участке голосующих встречают на входе, где организован температурный контроль. Проводится обработка рук дезинфицирующими средствами. Каждому ей выдаются перчатки, маска и ручка для голосования. На избирательных участках нанесена разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию. Предусмотрен отдельный вход и выход из помещений для голосования. Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, многие на улице выразили желание голосовать дома. В участковые комиссии уже поступило порядка 6200 заявлений о голосовании вне помещения. При выезде членов избирательных комиссий голосующим соблюдаются все правила санитарной безопасности. Наряду с работой в помещениях для голосования члены участковых избирательных комиссий по заявлениям граждан выезжали на голосование вне помещения, а также организовывали голосование в местах, где затруднено транспортное сообщение. Участковыми избирательными комиссиями и наблюдателями отмечена активная гражданская позиция жителей района. На 8 часов утра в нашем районе свой гражданский долг по предварительным данным выполнили 24106 человек. Это 66,6%. В помещении участковых избирательных комиссий проголосовало 15 543 участников голосования. На дому 6 366. В населенных пунктах, где отсутствует участковая избирательная комиссия, 2362 человека. Ждем вас сегодня и завтра, 1 июля 2020 года, с 8 утра до 20 часов вечера на избирательных участках. В последних числах июня свой профессиональный праздник отмечают люди непростой, но самой благородной и благодарной профессией медицинские работники. В этом году слова признательности и уважения к людям в белых халатах звучали по-особому проникновенно. Торжественный вечер, посвященный Дню Медика, прошел 25 июня в детской школе искусств. В этот день самые добрые пожелания получили те, кто приходят на помощь в трудные минуты нашей жизни. Возвращают людям здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Одним из первых медицинских работников поздравил глава администрации района Ильшат Вазикатов. Нынешний год он особенный не только для района, но и для всего мира. Человечество столкнулось с коварной болезнью. Именно врачи, медсестры и санитары, сотрудники больниц и поликлиник оказались на передовой борьбе с коронавирусом, что стало испытанием не только профессиональных качеств, но и физических и моральных сил. Проверка на прочность. Конечно же, здесь год и пандемия проверили как раз то самое понятие, что называется «медицину идут по призванию, а не по каким-либо другим критериям». Здесь мы прошли настоящую проверку на прочность. Быстро была перестроена работа медицинских организаций, за считанные недели развернута сеть стационаров, клиник и обсерваторов. Принимались безотлагательные меры по поддержке самих врачей. Все это позволило не допустить масштабного роста заболеваемости, сделать все возможное, чтобы пациенты не остались без помощи. Врачи, которые боролись с коронавирусом, свели до минимума потери от COVID-19. Болезнь не пощадила и самих медиков. Владимир Путин заявил, что подвиг врачей пойдет в историю медицины и страны. Испоком веков с глубокой признательностью и искренней благодарностью к вам относятся все, кому вы помогли, дарите надежду и уверенность в будущем. Выражаю вам глубокую признательность за ваш высокий профессионализм, верность к призванию и значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Желаю всем, чтобы такие тяжелые ситуации больше не повторялись. Пусть тот опыт, который вы приобрели в этом году, не пройдет бесследно. Здоровья вам, счастья, благополучия и радости, новых успехов и достижений на благо наших жителей. И огромное желание, чтобы вы не теряли своих близких. Почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Башкортостан за многолетний труд в системе здравоохранения и в связи с празднованием Дня медицинского работника в этот день получили. Васильева Ивета Андреевна, медицинская сестра врача-педиатра участкового. Залипова Лесяна Заньяловна, рентген-лаборат отделения лучевой диагностики. Хапизова Розина Аканзина, фельдшер скорой медицинской помощи. Звание отличных здравоохранения Республики Башкортостан присуждается. Акмуленный Алине Михайловне, старшая медицинская сестра гинекологического отделения. Манаповой Зульфия Забиховне, врачу-федиатру участкового детского поликлинического отделения. Бенокуровой Эльза Гигаченко, старшая медицинская сестра отделения антифизиологии и реанимации. Почетными грамотами администрации Янаульского района за многолетний добросовестный труд достигнуты успехи в работе и в связи с профессиональным праздником в этот день были отмечены. Балиева Альпина Федаиловна, фельдшер поликлинического отделения. Галиулина Альпия Назиповна, врач-терапевт участковый. Гавкурова Ирина Борисовна, старшая медицинская сестра поликлинического отделения. Нургалина Мария Михайловна, старшая медицинская сестра приемного отделения. Гавкурова Ирина Борисовна, заведующая отделением медицинской профилактики. Сулейманова Альмира Альфировна, врач-терапевт участковый. Прогресская сельская врачебная амбулатория. Шараева Эльма Владимировна, лаборант клинико-диагностической лаборатории. Альмира Буримеш-Палаватова, медицинская сестра общества с ограниченной ответственностью. Мастер Дент Плюс. Благодарственные письма администрации Янаульского района за многолетний труд и в связи с профессиональным праздником вручили. Гурбатшиной Вере Петровне, главная медицинская сестра. Хановая Кофея Вирусовне, врачу-педиатру участкового детского поликлинического отделения. Хасанова Айбуль Искандаровне, старшая медицинская сестра инфекционного отделения. С профессиональным праздником своих коллег поздравил главный врач Янаульской центральной районной больницы Тимур Мадьяров. Своим каждодневным упорным трудом вы достойно продолжаете славные традиции гуманизма великих врачей и сестер милосердия России, беззаветного героизма советских медработников. Люди идут к вам со своими страданиями, веряют вам в ваши руки свое здоровье и здоровье своих близких. Вы всегда готовы прийти на помощь, вернуть надежду, утолить боль, поставить на ноги, подарить всем им и близким счастье от обретения родного человека, спасенного от смерти и избавленного от страданий. И сегодня, в день медицинского работника, от всей души и чистого сердца, разрешите выразить вам особую благодарность за ваш труд, за то, что вы в своей профессиональной деятельности оставляете неизменными вечные ценности, сострадание, милосердие, четкость, гуманизм и огромную ответственность за результаты своего труда. За заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником, 17 медицинских работников были награждены почетными грамотами Янаульской центральной районной больницы. Военный комиссар Марат Харисов вручил благодарственные письма председателя военно-врачебной комиссии, военного комиссариата Республики Башкортостан. Салахова и Ролиня Равкатовне, врачу отделения функциональной диагностики. Праздник продолжили художественные номера. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на автодороге Янаул-Нефтекамск. Ранним утром разминуться на открытом участке дороги не смогли две автомашины, перевозившие продукты. Оба автомобиля направлялись в сторону Янаула, но добраться своим ходом не смогли. От удара машины выкинуло с дороги. Газель, перевозившая хлебобулочную продукцию, в результате столкновения осталась без фургона. К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал. Сегодня, 30 июня 2020 года, примерно около 8 часов, на 39-м километре автодороги Нефтекамск-Инаул, водитель автомобиля марки «Газель-Некс», направляясь со стороны города Нефтекамск в сторону города Янаул, совершил столкновение с устоящим автомобилем марки «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет. Госавтоинспекция города Наул призывает всех водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим. В этом году в Башкортостане прошел второй форум школьного образования «Взлетай». Одной из тем обсуждения стало внедрение единой школьной формы. Уже в новом учебном году в Башкирии будет введена единая форма для учащихся с 1 по 5 классы. В республике определены 4 пилотных района – Обзелиловский, Благоварский, Федоровский и Наульский. В разработке моделей приняли участие специалисты кафедры технологий конструирования одежды Уфимского государственного нефтяного технического университета. В пилотном проекте участвуют три фабрики Башкирии. 26 июня наш район посетили создатели коллекции школьной формы из Ассоциации легкой промышленности Республики. Родители школьников смогли оценить готовые образцы формы и подобрать своему ребенку понравившийся комплект. Форма отличается хорошим качеством и современным дизайном. Отличительной чертой станет «Шеврон» – символикой учебного заведения. Вот сейчас, когда немножко наступило послабление, мы все эти четыре дня ездим по пилотным районам, ознакомливаем с качеством единой школьной формы, рекомендуемой школьной формы, чтобы родители имели возможность воочию ознакомиться, посмотреть, пощупать, убедиться в качестве наших изделий, чтобы они сразу имели такую возможность сравнить цена и качество, потому что для каждого родителя это очень важный момент. Цены у нас доступны, я считаю, на это качество. Ткани используются российские и турецкие. По составу идут 45% шерсти, хлопка, бискозы. Это все натуральные ткани. Вот, например, двойка комплект «Жилет плюс брюки», «Жилет плюс юбка» у нас получается 2200 рублей. Плюс бомбер со стоимостью 1000 рублей получается 3200 рублей. Я всегда говорю, уважаемые родители, 3200 рублей, вы видите наше качество, поделите на 9 рабочих месяцев. Получается в размере 300 рублей на месяц приходится стоимость рабочей одежды нашего ученика. Сейчас они посмотрели, следующим этапом они подают дополнительные заявки в нашей фабрике. Далее мы уже отшиваем, у нас уже отшивание идет полным ходом. И первая организованная ярмарка продажа единой школьной формы произойдет у нас в вашем городе 17, 18, 19 июля 2020 года. Время и место проведения мы сообщим дополнительно по согласованию. Лето не только пора отпусков, но и время ремонтов. Отличной новостью для жителей города и района стало открытие нового магазина «Домострой». 26 июня в нашем городе официально открыл свои двери магазин строительных товаров «Домострой». Даже несмотря на переменчивую погоду покупателей было много. На входе всем раздавали медицинские маски и воздушные шары. А дальше всех встречал любимец многих детей «Бамблби». Сегодня супермаркет «Домострой» открывает свои двери в Янауле. В нашем магазине вы всегда можете найти все необходимые товары для строительства, ремонта. У нас всегда широкий ассортимент напольных покрытий, сантехники, обоев, строительных материалов, товаров для дома и многого другого. Большой выбор ручного и электрического инструмента. Ну а если вдруг вам захочется поменять освещение, разнообразие люстр, бра светильников на любой вкус. Какое открытие магазина без подарков? Все желающие приняли участие в конкурсах. Два, три, погнали! Как они напрягутся? Поддержите, они продержатся подольше. Вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем. Все, на посредник. Это вам электрический чайник, вам аплодисменты, мы вас поздравляем. Здорово! Строимся, дом построили. Вот как раз светильники купил. Это магазин нашему городу, кстати, потому что много-много строится, молодежи много. Магазин очень большой, красивый. Также свой конкурс провел партнер магазинов «Домострой» фирма «Патриот», производитель электроинструментов. Компания «Домострой» входит в холдинг «Бразакс», производящий сухие строительные смеси. Всем предлагалось попробовать поклеить плитку или поднять небольшую стену. В нашем магазине представлена продукция сухих строителей смесей «Бразакс». Производятся данные сухие смеси с 2001 года в городе Екатеринбург. За это время составы смесей постоянно усовершенствуются, и теперь мы входим в топ-10 российских производителей. Конкуренция для других мы составляем производством своего сырья, со своих карьеров и удобной логистики в ближайшие регионы. Прозвезд гордится своим качеством и конкурентной ценой, которая очень нравится нашим покупателям. Ждем вас в нашем магазине «Домострой» на обездной 17. Домостроевцы ждут своих покупателей каждый день с 9 утра до 8 вечера в будние дни и с 9 утра до 7 вечера в субботу и воскресенье. И это все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. 1 июля ожидается переменная облачность, возможно небольшой дождь, ветер западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, плюс 17, плюс 19 градусов. По данному МЧС в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. В северных районах республики слабые заморозки, в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус 2 градусов. Днем плюс 18, плюс 23 градуса. 26 июня в полдень в Янауле нашествие низких цен в связи с открытием большого магазина сети Домострой. Широчайший ассортимент товаров для строительства и ремонта. Строй, строй, строй с магазином Домострой. Открываемся на объездной 17. База оптовых цен «Находка». Тысяча спецпредложений в одном месте. Янаул, Лермонтова 10 и новый магазин по адресу Ленина 11Г. Айда на открытие 20 июня. Докторская Сосново-Борская 99,99. Тушка-Цыпленка 99,99. Срок акции до 12 июля 2020 года. Как будет обеспечена санитарная защита при голосовании? Для охраны вашего здоровья и здоровья ваших близких создаются все необходимые условия. В местах для голосования будут организованы пункт температурного контроля при входе, выдача одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек всем пришедшим голосовать, дезинфекционный коврик, место для дезинфекции рук, специальные линии указателей, что обеспечит соблюдение санитарной дистанции и исключение пересечения участников голосования при движении. Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется на расстоянии в развернутом виде. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию. Принятые меры созданы с заботой о вашем здоровье. Голосовать легко и безопасно. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова